В Твери на минувших выходных начался ремонт Волоколамского путепровода. Подрядная организация приводит в порядок деформационные швы на объекте. По традиции, работы на мосту, связывающем центральную часть города и микрорайон Южный, заметно осложнили жизнь тверским автовладельцам. Многие из них провели утро понедельника в серьезных пробках. Работы на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в створе Волоколамского проспекта начались в субботу, 25 сентября. На объект вышли представители строительной компании ВИД. В рамках проводимого ремонта подрядная организация должна заменить на Южном мосту деформационные швы. На эти цели из городского бюджета было выделено более 6,5 миллионов рублей. На время ремонта на путепроводе была организована новая схема дорожного движения. Движение транспорта по данному путепроводу будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении в соответствии с утвержденной и согласованной с ОГИБД МВД России по городу Твери схемой организации дорожного движения. Разумеется, ограничение движения на таком важном дорожном объекте, соединяющем микрорайон Южный с центральной частью города, не могло пройти, что называется, незамеченным. Так уже утро понедельника многие тверские автовладельцы провели в серьезных пробках. Лишь к полудню ситуация более-менее выправилась. Нельзя сказать, что ремонт Волоколамского путепровода сильно осложнил жизнь тверским автовладельцам. Движение пусть медленно, но все же осуществляется. Однако в часы пик водителям, понятное дело, стоит быть предельно внимательными. Впрочем, тверских водителей очередным ремонтом на Волоколамском путепроводе кажется уже не удивишь. Напомним, не так давно на мосту укладывали новый асфальт. Нынешние работы, говорят автовладельцы, заставили дополнительно закладывать на дорогу в среднем около 15-20 минут. Насколько неудобно ездить сейчас с ремонтом моста? Да, неудобно минут на 15 дольше. Тяжелее? Ну, конечно. Тяжело, но ремонтировать-то надо. Очень тяжело. То есть тяжело продвигаться. Долго ждешь пробку. Минут 5-10, пока все повезет. Очень тяжело. Как долго ждете? Ну, минут 10, наверное. Добавим, что работы по ремонту Волоколамского путепровода выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как отмечают в городской администрации, дефективные и деформационные швы были главной причиной образования выбоин на дорожном полотне. Работы должны завершиться до 20 октября.